Всем привет! Решила совсем немножечко прогуляться вместе с вами. Ух, и жарко у нас. Нет, неправильно. У нас тепло и так каждое лето. Даже цветы горят, хоть их вот без конца поливают. Возле реки это, конечно, немного лучше, а вот дальше, где много асфальта, очень тяжело. Сходила, купила молнии, сейчас буду шить и пока больше всего переживаю, чтобы телефон не взорвался. Вот такой жаре, у них ведь иногда батареи при нагревании бывает, что и взрываются, но посмотрим. Вот такой кусочек. Те, кто знают, где я, думаю, мысленно передают привет. Ой, хоть немного в тень, потому что сейчас пойду через Кальмиус, через мост. Кто-то в машине плохо слышит. И там будет совсем-совсем тепло. Маленький кусочек тени. Сейчас, не знаю, наверное, часов десять, может чуть больше. Люди попрятались в тень, а мне надо на солнце. Возле реки. Немного совсем поснимаю возле реки и пойду, и пойду домой. Ух ты, там даже кто-то купается. Ну, нет. Этого уж я точно не буду делать. А то третья рука вырастет или еще что-нибудь. Возле водички, конечно, хорошо пахнет. Да, Тиной? Ой, тут немножко насорили. Ну, а как же без этого? Пора отправляться стоять. Не очень приятно, потому что тепленько. Замерзнуть проблематично, поэтому я иду домой. Правда, кондиционер еще ни разу не включали в этом году. Пока обходились. Посмотрю, как будет сегодня. А домой надо, чтобы скорее поливать цветы на балконе. Потому как сейчас я их поливаю раза по три в день. Без этого они просто сгорят. Вот. Алло, уточки плавают. Вот одна. Где она там? Вот она. Там где-то еще только что были. В водичке тепло, ой, водичке прохладно и хорошо. Ну все, на сегодня эта прогулка окончена. Я с вами прощаюсь. Желаю, конечно же, прекрасного настроения. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Вот еще немножечко поймала уточек. А теперь иду дальше. Спасибо. Спасибо. Спасибо.